Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Как хорошо, что мы сегодня все вместе. Мы спокойны, добры, приветливы, ласковы. Глубоко вздохните и выдохните. Выдохните вчерашнюю обиду, злость, беспокойство. Вдохните в себя свежесть утра. Я желаю вам хорошего настроения и бережного отношения друг к другу. Посмотрите на слова. Прочитайте их. Блины, ковёр, далёкий, прямой, деревья. Что общего в этих словах? Конечно, пропущено безударное гласное в корне. Каким правилом воспользуемся для того, чтобы правильно записать буквы в словах? Правильно. Правилом проверки безударного гласного в корне слова. Вспомните, по какому алгоритму мы будем подбирать проверочные слова. Подберите проверочные слова. Вставьте пропущенные буквы. Проверим. Назовите безударные гласные в корне, которые нужно проверять. Это гласные А, О, Е и Я. Что же нас ждёт сегодня на уроке русского языка? Отгадайте загадки, запишите отгадки и попробуйте определить тему нашего урока. Сок из цветов она берёт и в сотах копит сладкий мёд. Без рук, без топорёнка построена избёнка. Эту сказку ты прочтёшь тихо-тихо-тихо. Жили-были серый ёж и его... Прочитайте отгадки. Пчела, гнездо, ежиха. Какое правило объединяет все эти слова? Правильно. Безударное гласное в корне слова. Подберите проверочные слова. Пчёлы, гнёзда, ёж. Что вы заметили? В проверочных словах пишется буква Ё, а в проверяемых – Е. Исходя из этого, определим тему нашего урока. Тема нашего урока – слова с безударной гласной Е в корне слова, которая проверяется буквой Ё. Сегодня на уроке мы познакомимся с особенностями проверки слов с безударной гласной Е в корне слова. Повторим способы проверки безударных гласных. Закрепим умение правильного написания безударной гласной в корне и умение подбирать проверочные слова. Прочитайте предложение. Светлячок пробежал в темноте. Для того, чтобы правильно написать все слова в предложении, мы используем правило о написании безударных гласных в корне слова. Что надо сделать, чтобы не ошибиться в правописании слов с безударной гласной в корне? Правильно! Надо найти, подобрать проверочное слово, в котором безударная гласная стала бы ударной. Подберем проверочные слова к словам, написанным в предложении. Светлячок свет, пробежал бег, в темноте темный. Запишите данное предложение и вставьте пропущенные буквы. Сравним гласные в корне проверяемых и проверочных слов. Что вы заметили? В двух первых парах одинаковые гласные в проверяемых и проверочных словах, а в третьей паре разные. Назовем гласные в корне проверяемого и проверочного слова третьей пары. В корне слова темноте безударная гласная Е, а в корне проверочного слова темный пишется гласная Ё. Сделайте вывод о том, какую гласную нужно писать в корне проверяемого слова, если в корне проверочного слова пишется буква Ё. Если в корне проверочного слова пишется буква Ё, то в корне проверяемого слова нужно писать безударную гласную Е. Это орфограмма. Составим алгоритм проверки. Находим корень слова. Это первый шаг. Второй шаг. Определяем ударение. Третий шаг. Находим безударную гласную Е. Четвертый шаг. Подбираем проверочное слово с буквой Ё. Пятый шаг. Пишем в слове гласную Е. Обозначаем орфограмму. Отработаем навык правописания слов с безударной гласной Е в корне слова. Подберем проверочное слово, изменив форму слова. Озеро, весна, звезда, стекло, сестра, ведро, зерно. Проверьте себя. Озеро, озеро, весны, весна, стекло, стекло, сестры, сестра, ведро, ведро, зерно. Молодцы, ребята! Я думаю, у вас у всех получилось справиться с этим заданием. Найдите в ряду однокоренных слов слово, которое будет проверочным для всех остальных. Подчеркните его. Поставьте в словах ударение. Выделите корень. Вставьте пропущенные буквы. Проверьте себя. Правильно ли вы обозначили проверочные слова? Отгадаем еще одну загадку. Глубоко на дне она, словно на небе видна, но не светит и не греет, потому что не умеет. Что это такое, ребята? Правильно, это морская звезда. Подберем проверочное слово к слову звезда. Проверочное слово «звезды». Вспоминаем правило. Если в проверочном слове пишем «ё», то в проверяемом слове пишем «е». Какое лексическое значение у слова «звезда»? Слово «звезда» – многозначное слово. Звезда – это морское животное, морская звезда, космическое тело, например, звезда по имени Солнце. Звезда – это геометрическая фигура, предмет с треугольными выступами по окружности. Пятиконечное, шестиконечное, трехконечное. В разговорной речи звезда – это известный человек, например, мербек от обеков. Проведем работу над фразеологизмами со словом «звезда». Соедините фразеологизмы из левого столбика с их смысловым значением в правом столбике. Родиться под счастливой звездой. Считать звезды, как звезд на небе. Правильно, ребята. Я думаю, у вас у всех получилось верно. И вы соединили фразеологизмы с их смысловым значением. Выберите из слов второго столбика проверочные слова к словам первого столбика. Соедините их. Пишите пропущенную букву. Обозначьте орфограмму. Проверьте себя. Кленовый – клён. Ледяной – лёд. Блестит – блеск. Трещать – треск. Прямой – прямо. Давайте подумаем и поразмышляем. Всегда ли гласную Е нужно проверять в гласной Ё? Распределите слова в две группы. В первой группе слова, которые проверяем гласной Е в ударном положении. Во второй – гласной Ё. Такие слова – ветвистый, кленовый, пчела, река, бревно, медовый, зверята, пенёк, слезинка, лесной. Проверьте себя. Поработаем с вами над текстом. Прочитайте предложение. На город опустилась темнота. Небо почернело. Грустно желтели одинокие фонари. Вдруг среди туч показалась яркая звезда. Можно ли назвать текстом эти предложения? Докажите. Да, правильно. Предложения связаны между собой по смыслу и объединены общей темой – ночь. Вставьте в словах пропущенные буквы. Докажите, что именно эту букву нужно писать, используя алгоритм проверки безударной гласной. Подберите проверочные слова. Проверьте. Темный – темнота, черный – почернело, желтый – желтели, звезды – звезда. Еще раз посмотрите на проверочные слова и проверяемые слова. Какой вывод можно сделать? Если в корне проверочного слова пишется буква ЙО, то в корне проверяемого слова нужно писать безударную гласную Е. Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали на уроке. Сегодня ваш багаж знаний пополнился еще на одну орфограмму. Подведем итог нашего урока. На уроке вы узнали, научились и теперь можете. Оцените свою деятельность на уроке. Продолжите высказывание. Сегодня я узнал, я понял, что, теперь я могу, урок дал мне для жизни, мне захотелось, расскажу друзьям, что. И, конечно, оцените уровень своей успешности. Выберите тот смайлик, который соответствует вашему настроению. Творческая домашняя работа. Придумать и записать в тетрадь 10 слов с безударной гласной Е в корне слова, которую можно проверить гласной Ё. Благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова